привет всем сейчас у нас зима на дворе ноябрь месяц и такая погода вообще сегодня ночью замело все снегом очень было проблемно выезжать со двора многие места были не почищены но сейчас уже получше стало конечно же моё видео не об этом видео о том я хочу рассказать вам как я напортил себе первый свой рабочий месяц вернее первый свой рабочий день когда я приехал в эту фирму работать это было мой первый опыт работы водителем причем водителем не просто перевозки грузов а перевозки пассажиров скажу так что первый месяц у меня я сделал договор себе с фирмой то есть фирма предложила мне такой вариант договор сделал и так как у меня опыта работы не было в этой сфере не предложили два варианта и один из которых я согласился подписать договор был такой что я получаю полторы тысячи евро первый месяц а потом уже как пойдет вы подумайте что полторы тысячи вроде большая зарплата скажу что для такой работы это низкая зарплата это очень низкая зарплата конечно у меня было плюсом то что я приехал работать в конце года и налоговая поставила мне всего четыре с половиной процента налога со всей суммы так что в принципе нормально ну не в этом факт в общем рассказываю как я испортил себе первый рабочий день конечно же до этого я ездил но я ездил не один мы ездили с человеком с которым я приехал сюда работать из эстонии мы ездили вдвоём то он за рулём был но я за рулём был то есть мы себя подстраховывали друг друга как напарники были вот в чем заключалась суть здорового человека это один за рулём сидит а другой там школьники приходят нужно их застегнуть отстегнуть если что ну конечно большинство то сама сами это все делали но контролировали как бы ну и помогали друг другу советами если что и настал мой первый рабочий день когда я должен был ехать один свои листы делать у меня были школьники вот сейчас этого места поподробнее расскажу это было нечто я перед этим вечером сел и по гуглу карте изучил эти места куда мне нужно будет ехать потому что там не так что у вас лист и то есть у меня у вас нету листа вот и лист дается список список школьников их имена поскольку их забирать и адрес конкретный откуда забирайте куда везти у меня была одна школа четыре человека и это было в спор я все вечером проштудировал весь маршрут изучил сколько от одной точки до другой проезжать потому что там в листе уже рассчитан маршрут по времени естественно он бывает рассчитан неправильно то есть времени дается меньше чем на самом деле уходит ну я все рассчитал все изучил конкретно дома куда надо приехать где забирать чтобы не было так что я приеду на место и не знаю точного места откуда забирать вот это я все изучил и начал собирать то есть утром я поехал забрал первого второго вроде бы проблем особо не было смотрю по графику все успеваю у меня все было введено все адреса были введены навигаторе вот я смотрю что все вроде бы хорошо забрал четвертого школьника и надо ехать в школу я начал вводить адрес школы и решил перепроверить правильно ли я вел посмотрел да вроде правильно и очень был сконцентрирован на том что мне нужно вовремя успеть я чуть-чуть уже против по по времени более-менее точно я приезжал парад по навигатору то ну конечно же эти пробки никто не при не может предугадать какие пробки где могут быть я вот перепроверял в спешке ввел адрес и все и поехал так как я не знал с он абсолютно не знал этого города я ездил на тот момент может быть поэспу там буквально там три-четыре дня может быть и не было вообще никакого представления как с по выглядит то есть ну навигаторе это видишь что видит доверяешь навигатору я ему доверял и ехал 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 смотрю вроде бы вовремя успеваю в один момент на одном повороте я поворачиваю и мне в глаза бросается картина с этого момента это был крах крах моего первого рабочего дня не бросается картина того я я вижу место знакомое мне мне в голову бьет эта мысль о том что мой навигатор меня ведет домой потому что это место я его вспомнил оно было недалеко от дома где я жил я понимаю что я еду абсолютно в другую сторону я понимаю то что я скорее всего я еще не посмотрел навигатор я понимаю на 90 процентов 95 процентов мой навигатор просто ведет меня домой и я ввел адрес дома то есть у меня было в навигаторе введено домашний адрес мой дом и есть такая клавиша нажимаешь просто на мой дом и сразу же навигатор тебе прокладывает там по дорогу домой я не знаю как это произошло скорее всего тут вот в этом моменте когда перепроверять начал адрес школы я скорее всего его каким-то образом зацепил клавишу эту или нажал как-то неверно ненаверный адрес и попало так что на свой адрес домашний я попал и навигатор меня вел я слепо доверял ему навигатор меня вел домой очень ровно точно правильно и время которое навигатор показывал оно было то есть от той точки где я начал последнего забрал школьника до дома было такое же время как от моего от этой точки до дома и поэтому я не заподозрил какой-то подвох и я поехал спокойно и потом я понимаю я ввел в навигатор адрес школы когда я уже понял это и оказалось что мне вообще в противоположную сторону надо ехать и это было 15 минут в одну сторону я уехал в другую сторону у меня получилось там 30-35 минут ехать то есть школьники явно опаздывали на урок я позвонил в контору сказал что вот так произошло и ну ничего страшного не было я думал будет штраф там еще что-то ничего страшного не было в конторе там связались со школой то есть уладили эту проблему конечно школьники опоздали но они посмотрели город эспо может быть кто-то не был в том месте куда я их привез так что ну в принципе но для меня это было на тот момент знаете как как будто бы ну такое ощущение я так опозорился я думал никому вообще не говорить об этом что так произошло знаете я сказал одному человеку одному водителю который уже работал время какое-то и он говорит у нас у всех поначалу что-то подобное было все ошибались с этими навигаторами ты не знаешь улиц ты не знаешь районов ты не знаешь города и у всех поначалу кто приезжал кто не живет здесь в эспо или там в столичном регионе у всех были подобные какие-то ситуации у кого-то хуже у кого-то лучше я потом уже слышал тоже от новичков когда я уже поработал какое-то время новички приходили тоже похожие вещи рассказывали кто-то неправильный посмотрел адрес один и ввел другой адрес и приехал в другое место то есть такие ситуации разные но у меня была такая ситуация первая как говорят первый блин комом был вот такая ситуация произошла и после этого я уже начал очень внимательно относиться к тому какие адреса вводить хотя да в тот момент я перепроверил я правильно ввел адрес и когда я его начал перепроверять я совершил ошибку я не внимательно посмотрел на тот адрес куда я поехал мой такой совет маленький вот я знаю что этого бы не произошло если бы я увеличил то есть масштаб бы сделал крупнее вернее меньше и посмотрел бы куда навигатор прокладывает маршрут этой бы ошибки бы не было я советую вам если вы что-то подобное где-то работаете с навигатором начинаете работать то когда вы ввели маршрут то уменьшите все чтобы вам видеть конкретно куда вас направляет навигатор то есть чтобы вы увидели весь маршрут от точки до точки и я иногда еще так делаю когда я прокладываю маршрут я стараюсь изучить улицы название улиц по которым я буду ехать и тогда это помогает уже в голове ты едешь ты видишь примерно а здесь такое название здесь такое значит правильно еду также я во время маршрута еще перепроверяю то есть я у меня он увеличен то есть я вижу конкретно название улицы по которой еду по навигатору но также я еще иногда уменьшаю масштаб чтобы видеть что как он прокладывает чтобы видеть куда мне потом на следующей улице поворачивать я не использую голосовое наведение или как сказать помощь голоса навигатора потому что у меня на русском все настроено то есть язык я печатаю финскими буквами но голос у меня настроен русским в общем я не использую голос потому что у меня бывают клиенты едут в машине я не хочу чтобы они слушали то что там комментирует навигатор это основная причина почему я не использую голос но так я беру уменьшаю я вижу вижу там через какое-то расстояние я поверну направо потом налево и я уже знаю примерно чтобы не получилось так что ты подъезжаешь к развязке и ты не в правильном ряду стоишь и ты уже не можешь перестроиться это проблема уже потом поэтому я использую таким вот образом навигатор и вот такое вот у меня оказия такая случилась вот и с того времени я стараюсь все четко смотреть сейчас уже таких ситуаций не происходит вот так что вот такая вот меня первая рабочие первый рабочий день был и он был комом конкретно я так расстроился я потом несколько дней я вот такой человек я все близко к сердцу воспринимаю хотя надо меняться надо все таки больше относиться к этому так но это все таки жизнь это не так что ну и дело жизни и смерти это это бывает у всех и надо просто относиться к этому спокойно ну вот так вот произошло у меня конечно же есть истории и с той прошлой работы где я работал сантехником некоторые истории как я там тоже портил вещи там ну то есть когда я портил какие-то материалы на работе как-то неправильно делал работу которая приводила потом к каким-то большим последствиям ну не к самым большим ну то есть финансовым последствиям для фирмы для меня это никак не отражалось за все это время сколько я работал сантехником слава богу я ни копейки не потерял на то чтобы ну возместить как-то ущерб фирме но были моменты я потом как-то расскажу об этом на этом я закончу свое видео сейчас я еду направляю в сторону Киркунуми проехал уже Эспо Ванта проехал и сейчас вот уже в районе Киркунуми нахожусь и скоро приеду на этом мое видео будет закончено спасибо всем за просмотр смотрите мои другие видео и подписывайтесь на канал до следующего видео пока пока